Всем привет! Меня зовут Роман Ладнев, и я самый главный в мире надувальщик шариков. Нет-нет, не думайте. Я не собираюсь сегодня учить вас надувать шарики. Конечно же, я хочу с вами поделиться секретами кулинарии. А главное, научить готовить не очень полезные блюда так, чтобы они были вкусными и полезными. Что я здесь делаю, спросите меня вы. Рома, ведь ты же должен быть на кухне, у плиты, в студии. Ничего страшного, отвечу вам я. Я здесь оказался совершенно не случайно. У одного из моих друзей был день рождения, и он захотел его отметить на свежем воздухе. Он попросил маму купить торт, приготовить закуску, но в последний момент передумал. И загорелся все сделать сам. Ну что ж, в принципе, это правильно. Тем более, что приготовить это все совершенно несложно. Это Вадим Феоктистов. Ему 10 лет. Вадим очень серьезный. Он занимается армейским рукопашным боем и играет на ударных инструментах. Вадим мечтает стать звукорежиссером. Это Таня Терехова. Ей недавно исполнилось 10 лет. И именно ее день рождения мы собираемся сегодня отметить. Таня занимается эстрадным вокалом, учится играть на синтезаторе и мечтает открыть свой ресторан. Так, последние штрихи. Отлично. Рабочее место я подготовил. Большая кулинарная книга на месте. В ней я храню тысячи рецептов полезных, а главное вкусных блюд. Осталось дождаться только виновницу торжества со своим помощником. Привет, ребята. Привет. Держи шарик. Спасибо. С днем рождения. Перед нами стоит задача накормить гостей, так? Ну да. Чем будем кормить? Чем-то сладким. А как вы думаете, какой торт будет вкуснее и полезнее? Тот, который мы купим с вами в магазине или тот, который мы приготовим своими руками? Который приготовим своими руками. Ну, скорее всего, он будет полезнее. А вкуснее? Ну и вкуснее тоже. Конечно, то, что приготовил сам, всегда вкуснее того, что можно купить в магазине. Давайте обратимся к большой кулинарной книге, посмотрим, что она говорит нам про покупные торты. Покупные торты. Для приготовления тортов производители часто используют порошковые продукты. Сухое молоко, сухие сливки, сухую сметану, яичный порошок. Вместо масла добавляют дешевый маргарин. А еще консерванты, усилители вкуса и красители. Ну и что из перечисленных ингредиентов ваше самое любимое? Что вы больше любите? Яичный порошок или красители? Ничего. Ребят, давайте попробуем приготовить торт так, как это делают производители. Но сначала отпустим шарик. Загадывай желание и отпускай шарик. Пока, шарик! Высокопайте. Ну а здесь у нас есть все ингредиенты для приготовления торта. Кладите сухое молоко. Наверное, это какой-то концентрат. Наверное. Ничего, кладите. Сладите. Так, здесь у меня немного крахмала. Сыпьте крахмал. Да-да, крахмал часто используют для приготовления тортов. Он дает пышность. А теперь мои любимые. А? А? Как пахнут? Вкусно. Пахнут вкусно. Орех и... И черника. Усилители вкуса и запаха. Какой будем готовить торт? Ореховый или черничный? Черничный. Ореховый. А вот тебе ложка. Клади орех. А ты какой будешь готовить? Черничный. Черничный. Замечательно. Держи ложку. Спасибо. Хорошенько перемешаем. Ну а теперь самое время залить нашу тортовую смесь водой. Я заливаю водой, а вы продолжайте мешать. Угу. О, какой интересный цвет получается, да? Ага. Угу. Какой там? Сиреневый, по-моему, да? Ммм, светло-розовый или темно-розовый. Смотрите, какое замечательное тесто у нас получилось. А? Как вам консистенция? Не очень. Не очень? Будем готовить торт из этого теста? Что-то не хочется. Да. Давайте-ка не будем готовить торт из этого теста, а приготовим настоящий, вкусный, полезный торт, рецепт которого записан в моей большой кулинарной книге. Ребята, а кто же будет рецепт читать, а? Ну, я хочу, чтобы Таня почитала. Давай ты будешь читать. Нет. Давайте немножко поиграем. А тот, кто победит в нашей игре, тот и будет читать рецепт в большой кулинарной книге. Предлагаю вам сыграть в старинную русскую игру «Городки». Знаете ли вы такую игру? Ну, да, я не читала. А я вам скажу, что в эту игру еще в прошлом веке играл каждый мальчишка и каждая девчонка. Игра очень простая. Вот видите, у меня есть вот такие вот брусочки. Я их выставляю определенным образом на земле. Собираю из них фигурку. У меня есть две вот такие биты. Раздаю вам каждому по битве. Этой битой нужно будет с определенного расстояния разбивать эту фигурку. Кто разобьет ее полностью или выбьет большее количество брусочков, тот и победил. Кидать будем каждый по три раза. Хорошо. Предлагаю начать бросать с пяти шагов. Пять моих шагов. Хорошо. Один, два, три, четыре, пять. Вот отсюда. Вот так прицелиться. Вы, главное, не спешите. И бросить. Вот видите, я один брусочек выбил. Ну, кто первый бросает? Давай ты. Ну, давайте на камень-ножницу-бумага. Умеете? Да. Цу-е-фа. А, я карандаш показал. Хорошо, ладно, Вадим, тебе бросать. Так, мимо. Одной. Тоже мимо, подбирайте. По одной попытке у вас уже есть. Так, Вадим, вторая попытка. У-у-у, у нас есть первое попадание. Вадим, молодец, разбил первую фигуру. Ах, мимо. Третья попытка. Теперь твоя попытка, Танюш. Прицелься. И... Бросок. Ах, чуть-чуть. Увы, Танюш, тебе так и не удалось попасть. А Вадим у нас все-таки один брусочек-то, но выбил, да? А, молодец. Поздравляем, ты у нас победитель. Вадим, ты победил в нашей игре. Тебе и выбирайте рецепт нашего сегодняшнего праздничного торта, который мы приготовим здесь, на открытом воздухе, без плиты, без огня и без духовки. Я выбрал торт Теремисо «Воздушное настроение». Взбейте по отдельности белки, сливки и желтки с сахарной пудрой. Продолжая взбивать желтки, добавьте в них маскарпоне, а затем сливки с белками. Выложите в форму первым слоем массу, вторым слоем печенья, потом вновь массу и посыпьте какао. Воздушное настроение готово. Какой замечательный торт. Давай книгу, поставим ее на место. Хороший выбор. Я обожаю этот торт. Давайте скорее приступать к его приготовлению. С чего начнем? Взбить желтки с белками? Да, вот желтки, вот белки, вот скорлупа. Что будем делать? Отделять желток от белка. Верно. А сколько вы знаете способов отделения белка от желтков? Я, например, знаю с воронкой. А если нет воронки, ее можно просто сделать с бумаги. Покажешь мне, как это делается. Вот у меня тут есть совершенно случайно припрятанный листочек бумаги. Делай воронку. Смотри, тут поменьше нужно дырку делать, желток же тоже выльется. Да, верно. Поменьше же надо. Воронка это когда с одной стороны бумажка чуть будет пошире, а с другой стороны чуть поуже. Да, желток тоже выльется. Ура! Так, вот, белок отделился, а желток я поймал. И выливаем желток в другую миску. Готово. Хорошо, давайте попробуем каким-нибудь другим способом отделить белок от желтка. Ну, для меня самый легкий способ, это когда ты делаешь через руку. Давай, показывай. Попробуем. Спитаем яйцо. Итак, способ номер два. Пропускаем белок через пальцы. Так. А желток остается в руке. Остается? Остается. Поймала? Да. Ну все, не жадничай, давай клади сюда желток. Уф, отделили. О, отлично. Ну и давайте какой-нибудь третий способ. Кладем сразу сюда и белок, и желток. Затем с корлупкой аккуратно вылавливаем желток. Класс. Оп, поймал. Давайте взбивать. Кто будет взбивать белки, кто сливки? Я белки. Я сливки. Так. Тебе белки, а тебе сливки. Вам нужны венчики? Конечно. Вадим, а ты чем больше любишь взбивать? Венчиком или вилкой? Наверное, будет удобнее вилкой, да? Да. Так. Терелка маленькая, а венчик большой. Угу. Ну, а тебе тогда венчик. Спасибо. Пожалуйста. Тань, скажи, пожалуйста, а почему ты пригласила с собой Вадима? Ну, потому что он быстро учится всему новому. Я думаю, он мне поможет накрыть на стол. К тому же мы очень близкие друзья и сидим за одной партой в школе. А Вадим хорошо учится? Да. Давай зададим этот вопрос Вадиму, как он сам считает. Вадим, ты хорошо учишься? Ну, на четверки, пятерки. На четверки, пятерки. Какой у тебя любимый предмет? Русский. Русский. А физкультура? Не очень. А на чем ты любишь играть? На ударных инструментах. Ну что, сыграешь там что-нибудь? Да. Так. Ну, давай. Мастер-класс. Смотрите, у нас тут такой маленький ансамбль, да, ударный получается. Здорово. Ребята, вы вообще сами умеете готовить или у меня в первый раз? Умею. А что ты готовишь? Ну, я готовлю колобачковые оладьи, пиццу, готовлю иногда зебру, там, шармотку. Зебру? А что такое зебра? Ну, пирог такой. Ну-ка, ну-ка, рассказывай нам рецепт. Месишь тесто, а потом разделяешь на две половины, и в одну половину добавляешь какао. И затем друг за другом сливаешь белое тесто, черное, ну, с какао тесто, без какао с какао. Ну, и получается зебра. А ты, Вадим, что готовишь? Я умею пиццу готовить, сосиску в тесте, ну, и банановый коктейль. Так, я думаю, может быть, вам пора поменяться. Ты поможешь Вадиму взбить белки, а Вадим да взбивает немножечко сливки. Попробуем. Давайте поменяемся. Таня, а сколько тебе исполнилось? Мне десять. Угу, десять. Значит, на торте будет десять свечек? Да. И один торт? Ну, наверное. Да, наверное. А помнишь, как Карлсон говорил? Лучше, когда наоборот, десять пирогов и одна свечка. Впрочем, вполне можно довольствоваться и одним тортом. Главное, какого он размера. Вот смотрите, какой огромный, а? Видите? Это канадцы. Канадцы придумали такой огромный торт мороженого. Вес его десять тонн, представляете? Десять тонн мороженого. Ну, а это филиппинский торт. Да, видите, какой огромный. Ага. Ну, а это плоский торт. Сделали его в Лас-Вегасе. Вес этого торта пятьдесят девять тонн. Длина тридцать один метр, ширина пятнадцать метров. Представляете? А высота вот такого вот тортика пятьдесят сантиметров. Вот такой вот тортик. Ну, как вам? Ничего? Высоту? Ну... Белки мы взбили. Теперь займёмся желтками. Добавляем в них сахар и взбиваем. Справимся? Постараемся. Прошу, коллеги. А что вы готовите на день рождения? Ну, мы с мамой готовим медовый торт. А мы обычно ставим фрукты, ну, готовим какие-нибудь кексики. А что-нибудь мясное или рыбное? Ну, бывает, готовим курицу. А какое твое любимое блюдо, Вадим? Моё любимое – лаймовые кексы. Лаймовые кексы. Ты всё-таки сладкоежка, да? Танюш, ну ты прекрасно справилась с желтками. Самое время закладывать маскарпоне. Давайте распределим обязанности. Кто-то будет продолжать взбивать, а кто-то будет закладывать маскарпоне. Кто-то взбивать? Ну, у тебя отлично получается взбивать, правда? Хорошо. Давай. А Вадиму ложку в руку. Маскарпоне мы взбили с желтками, добавили сюда сахарную пудру, да? Какая красивая масса у нас получилась. Здесь у нас взбитые сливки, правильно? Угу. Так, а здесь у нас взбитые белки. Теперь нужно всё соединить и продолжать взбивать. Сначала я заливаю взбитые белки. Угу. Так. Вадим, теперь твоя очередь. Взбитые сливки. Начнём. Закидываем взбитые сливки. Кстати, кто-нибудь любит взбитые сливки? Не, сейчас не пробовали. Попробуй. Ну, я пробовала, но я к ним равнодушно отношусь. Но вкусные. Вкусные, да? Ну, я думаю, взбивать уже достаточно. Дай-ка погляжу. О, какая воздушная масса получилась, да? Угу. Давайте выкладывать воздушную массу в эту формочку. Ровным первым слоем. Так сказать, фундамент нашего тортика. Вот, кстати, мы наш тортик съедим очень быстро, правда? Ну, да. Но он же очень вкусный. А вот если вы, ребята, будете готовить точно такой же тортик по нашему рецепту, то не забудьте поставить массу на полчасика в холодильник. Чтобы она была чуть покрепче. Так, одну последнюю ложечку. Ну, да. Давай. Так. Вот так выглядит первый слой. Мочим печенье в какао. Ну, конечно, мочим печенье в какао. Так. Пускай. Купайте его. Оп. Так. Так. И вот еще два кусочка. Загружаем новое. Бросили и выловили. Оставьте еще немножко печенья, потому что у нас еще будет один слой из печеньев. Вот и третий слой. А мы с тобой начнем вымачивать печенье. Хорошо. Ну как? Готово. О, как классно, красиво. Ну, а теперь посыпайте наше воздушное настроение какао. Хорошо. Угу. Любите какао? Да. Мы справились с приготовлением воздушного настроения, но одним тортом гостей не накормишь. А у нас осталось еще немножко времени, чтобы приготовить второе блюдо, да? Да, но рецепт его приготовления должен кто-то выбрать из большой кулинарной книги. А кто же будет выбирать? Ну, как всегда, определим с помощью игры. А перед игрой, наверное, надо помыть руки, да? Ну, а у меня для вас вторая игра. Конечно, совсем простенькая, но и вместе с тем совсем веселая. Кто знает, что это? Спрыгалки. Кто больше напрыгает, наскачет, тот и победил. Ну что, устроим соревнование? Да. Ну, я думаю, что девчонки в этом соревновании побеждают, потому что они все время тренируются. Вот сколько ни посмотри на них. Да? Вадим, давай, не подкачай. Я болею за тебя. Таня? Ну, я думаю, что ты победишь. Вадим, ты начинаешь, да? Поехали. Раз. Ну, ладно, это было тренировочное. Не считается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, Тань, давай, твоя очередь. Конечно. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ай-ай-ай-ай, пятнадцать. Ничего себе! Ура! Тань, ты чемпион. Поздравляю, пятнадцать раз. Спасибо. Ну, я в тебя верил. Я знал, что ты победишь. Можешь, кстати, поздравить, Вадим. Поздравляю. Она чемпион. Мы отлично повеселились, поиграли, попрыгали, поскакали. Кстати, кто победил? Ну, вроде бы я. Вроде бы я? Почему так не уверена? Конечно, ты. Тебе и выбирать рецепт в большой кулинарной книге. Так. Я думаю, это нам подойдет. Да, я тоже думаю, это нам подойдет. Читай рецепт. Тарталетки. Воспоминания о лете. Чтобы приготовить воспоминания о лете, смешайте мелко нарезанные ягоды и фрукты со сливками и сахарной пудрой. Затем разложите смесь по тарталеткам и украсите мятой. Приятного аппетита. Спасибо. Ну вот, наши заготовки к тарталеткам. Кстати, а сколько будет гостей? Ну, наверное, мы с Вадимом придут еще две девочки. Итого? Четыре. Четыре. А меня вы не считаете уже, да? Ну, вы, конечно, тоже. Спасибо большое. То есть мне тоже можно будет съесть тарталетку. Как вы думаете, по сколько тарталеток мы съедим? По три. Значит, по три нас пятеро, пятью три. Это сколько? Давайте вспоминать таблицу умножения. Вы уже ее... Пятнадцать. Пятнадцать. Хотя нет, давайте по четыре. Пятью четыре. Двадцать. Двадцать. Может быть, конечно, двадцать пять, но это уже пятью пять, да? Ну, да. Давайте сделаем двадцать. Приступим к готовке? Да. Начнем с бананов. Чистим и нарезаем. Выдаю вам по ножу. Вы помните, что они очень острые, и пользоваться ножами нужно только под присмотром взрослых. Держи тебе и тебе. Как будем нарезать? Ну, чтобы поместить в тарталетки маленькими кусочками. Да, маленькими-маленькими кусочками. А скажи, вот сколько блюд ты знаешь из бананов? Банановый коктейль. Так. Бананы, запеченные в тесте. Банановый торт. Бананы на гриле. Бананы на гриле, отлично. Сушеные бананы. Да, замечательно. Рыба с бананами. Рыба с бананами. Интересно, наверное, можно попробовать приготовить. Так, а еще? Банановый хлеб. Ого! Существует безумно вкусный банановый хлеб. Вы молодцы, пока я вас развлекал досужимым беседами про бананы. Вы их, смотрю, уже нарезали, да? Да. Теперь приступим к... Киви. Может, это картошка? Вроде бы киви. Да нет, это картошка. Картошка. Ну? Киви. Вадим, скажи картошка. Киви. Ай, да, действительно. Я смотрю, вас не обмануть. Да, действительно, это киви. Как будем чистить? Ну, для меня самый легкий способ, это, наверное, через кипяток. Через кипяток? Это как? Ну, когда ты опускаешь киви в кипяток, плод в кипяток на 5-5-30 секунд, потом вынимаешь и кладешь его в холодную воду. Когда плод остынет, ты его вытаскиваешь, и шкурка, то есть, начнется масса потаскивать. Да, так можно еще почистить помидоры, да? Ну, да. Отличный способ. А ты какой знаешь способ для того, чтобы почистить киви? Разрубаем киви на две части. Разрубай, тебе и нож в руки. Так. Так. И дальше вынимаем кусочками. Да, ну, наверное, ножом не очень удобно, да? Ложечкой. Ложечкой? Да. Держи ложку. Вот так. И по краешку, по краешку. По краешку, по краешку, аккуратненько вынимаем. А вы знаете, почему плод так называется киви? Почему? Этот плод вывел один селекционер. И назвал он его в честь птички, нелетающей птички киви, которая живет в Австралии. Вот такая вот птичка, которая живет в Австралии. А еще птичка киви является символом Новой Зеландии и изображена на ее монетах. Красиво. Красиво, да. Так, ну что, птички мои, а вы справились с киви? Да. И я справился. Теперь киви, наверное, нужно нарезать, да? Угу. Мелко-мелко. Переходим к клубнике. Ммм, обожаю клубнику. Мне она всегда леется напоминает. Ммм? Как вкусно пахнет. А у вас на даче кто-нибудь выращивает клубнику? Да, у нас на даче бабушка выращивает клубнику. А у меня обожает выращивать клубнику младший брат. Он занимается этой клубникой с утра до ночи. Как только наступает весна, он бежит на свои кустики с клубникой, начинает их пропалывать, вычесывать, подкармливать. Но к середине июня потрясающий урожай клубники. Ну, не даром, говорю, что если долго мучиться, что-нибудь получится. Да, клубника требует трудолюбия. Закидываем наши фрукты в миску. Вот такая красно-желто-зеленая смесь, фруктовая, похожая на светофор. Вадим, подбрось немножко зелени. Добавляй взбитые сливки. Вадим, это сахарная пудра. Добавляй на свой вкус. Ты же любишь сладкое, да? Давайте подготовим зелень. Оторвите маленькие листики зелени. Это мята, по-моему, да? Ну, вроде похоже. Да, мята. А я пока домешаю нашу фруктовую смесь. Смесь готова, зелень готова. Тарталетки на старте. Давайте закладывать смесь и зелень. Вот такое вот вкусное, душистое, ароматное воспоминание о лете у нас с вами получилось. Мы молодцы, правда? Еще бы. Да. Торт есть, сладкая закуска есть, чего-то не хватает. А, мы же будем прыгать, плясать, вскакать, веселиться, захотим пить, правильно? Ну, да. Значит, нам нужно приготовить... Лимонад. Лимонад, ну или какой-нибудь другой напиток. Давайте попробуем выбрать напиток в моей большой кулинарной книге. Сделаю это я сам. Лимонад. Газированный полосатик. Смешное название, правда? Мягкий арбуза, без корочек и семечек измельчите в пюре. Добавьте немного сахара и лимонного сока. Влейте газированную воду и еще раз немножко взболтайте. Разлейте лимонад по бокалам и добавьте лед. По-моему, все просто. Ну, да. Что ж, приготовим полосатик. Арбуз у меня уже готов, очищен от зернышек и нарезан. Нужно его только немножко измельчить. Для того, чтобы нам измельчить арбуз в пюре, что нам понадобится? Ножик, вилка. Ножик, вилка или ложка. А еще у вас есть маленькие, хорошие ручки-хвотучки. Я предлагаю вам руками помять арбуз. Руки мыли? Да. Тогда вперед. Пока вы занимаетесь арбузом, я подавлю лимонный сок. Дело спорится. Лимонад готовится. А знаете, как арбуз называется в разных странах? Вот, допустим, в Индии арбуз называется тарбуз, а в Турции – карпуз. А в Иране – хербоза. Ну-ка, давайте вместе. Хербоза. 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 Отлично. Добавим половинку лайма для аромата. И добавляйте немного сахарной пудры. Угу. Половит пудрой, половит я. Так, теперь я. И добавим немного газировки. Осторожнее. О! Как получается, интересно. Ну, а теперь наш лимонад, газированный полосатик, осталось разлить по стаканам. И он готов. А сейчас должны гости прийти. Да, 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 я смотрю, они уже на подходе, а мы с вами управились. Привет, девчонки, проходите, проходите. Привет. Привет, Таня, с днём рождения тебя. Спасибо. Ай, как мило. Привет, Таня. Желаю здоровья тебе, чтобы была красивая. Спасибо большое. Ух ты, какой подарок. Ну что, девчонки, а мы для вас приготовили угощение своими руками. Вот, пожалуйста, угощайтесь. Но давайте сначала поздравим именинницу на 3-4. Поздравляем! 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 Ура! Спасибо. Угощайтесь. Сегодня мы для вас приготовили торт «Воздушное настроение», тарталетки «Воспоминания о лете» и лимонад «Газированный полосатик». Ммм, ароматно. Друзья, ну а если вы хотите стать участниками нашей программы, то пишите нам по этому адресу. Вам обязательно повезёт, и мы пригласим вас в гости. Будем готовить вместе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!